привет друзья с вами зажигалочка сегодня первый весенний день в риге и светит солнце очень тепло распустились крокусы в парках и этим невозможно не насладиться просто забывается все плохое и хочется думать а только о хорошем пурпурные и желтые цветы крокусов первые яркие краски которые мы видим в рижских парках после зимы всякие крокусы расцвели в риге весна очень тепло теплее чем во многих других странах и обычно плюс сегодня наверное плюс 8 обещают вообще температуру плюс 13 14 крокусы хорошо переносят резкие весенние заморозки и понижение температуры до минус пяти градусов у крокусов есть одна особенность их цветки как кувшинки раскрываются в солнечную погоду поэтому любоваться этим великолепием лучше когда светит солнце в городах уже проживает чуть более половины человечества в экономически развитых странах этот показатель значительно выше и урбанизация продолжается возможность а может быть и необходимость переселиться на новое место обитания гонит в город не только людей но и птиц и количество видов птиц в них увеличивается жизнь в городе предъявляет к птицам новые требования орнитологи подчеркнули что птицы в городе привлекает окружающая среда а не только еда они говорят что городские птицы умнее своих сельских собратьев городские птицы во всем мире более смелы чем их сельские сородичи они значительно ближе подходят к людям когда видишь цветущие крокусы совсем не хочется думать ни о чем плохом поэтому давайте прогуляемся по риге посмотрим как живет столица и насладимся красивым весенним днем сегодня а а а а а а а а а и 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 Смотрите на улицы Риги. Жители Риги уже привыкли к безлюдности некогда главных торговых улиц центра города. Стремительное сокращение населения особенно заметно, если брать за точку отсчета 2000 год. За 21 год численность населения Риги снизилась на 148 тысяч человек. В 2000 году в городе жило 762 тысячи, а в 2021 осталось всего 614 тысяч человек. Самое резкое падение численности жителей отмечено в центре города и в Этсири. Заметна тенденция, при которой рижане стараются перебираться из центра ближе к природе. Население Латвии тоже сократилось. Минус полмиллиона. Потерян каждый пятый житель. Для маленькой Латвии это очень много. В стране осталось всего 1,9 миллионов человек. Снижение рождаемости, увеличение смертности, экономические кризисы, миграция. Латвии. Латвии. В Латвии. Живые цветы. дарят всем и всегда, с поводом и без повода. Не только женщинам, но и мужчинам. Не только на дни рождения или свадьбы, но и встречая в аэропорту, на свидании, коллеги по работе или просто захватив букетик для жены по дороге с работы домой. И кажется, что радости в этом процессе в глазах мужчины не меньше, чем в глазах женщины. Поэтому в Риге цветочные магазины и рынки работают круглосуточно. А цветы там всегда свежие и можно выбрать на любой вкус. У нас уже цветет верба. А если верба начинает цвести, значит скоро вербное воскресенье, а потом через неделю Пасха. Во многих частях мира вербное воскресенье называют пальмовым. В Латвии первые красивые ветки весной – это верба. Поэтому у нас этот день называют вербным воскресеньем. В моем следующем видео опять что-нибудь интересненькое. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и смотрите мои фильмы. Узнавайте новое, наслаждайтесь и заряжайтесь положительной энергией вместе со мной. Ваша зажигалочка.